Всем здарова ребят, с вами Локи и сегодня у нас будет в преддверии матча Ювентус Локомотив, очередной тур Лиги Чемпионов, групповой этап. Вы пишите в комментариях свои прогнозы, как вы считаете сыграют эти команды. Мы сейчас с вами просимулируем в PS20, ну а вечером уже узнаем, как же события будут складываться в жизни. Понятное дело, что Ювентус выглядит мощнее, но я думаю, Локомотиву должно хватить сил выстоять и постараться, может быть, где-то даже воспользоваться своими моментами. Ориентировочные составы, понятное дело, что в жизни может быть что-то по-другому. Криштиану Роналду, Игуаин, Федерико Бернардески, возможно, Пауло Дибало. Не знаю, какие расклады будут по составам, но и вот примерный состав Локомотива. Понятное дело, что на замене не будет точно Джорджевича, который получил серьезную травму. Ну и, ребята, давайте начинать. С центра поля начинает Ювентус. Поехали. Пока что хозяева держат мяч под контролем. Сейчас Гонсало Игуаин бьет по воротам и первый опасный момент у ворот Локомотива. Здорово он здесь укрыл мяч корпусом. Продавил немножко защиту и хлестко пробил в ближний угол. Первое нарушение правил в сегодняшнем прогнозе. Крыховяк здесь жестко немножко встретил соперника. Пока, как мы видим, по владению Ювентус значительно превосходит Локомотив. Еще один розыгрыш. Здесь роняют Роналду. Александра играет в центр. Блесмонтью Ди. Сами Хидира можно сыграть направо. Пошла передача. Квадрада. Ну и что придумает? Колумбиец. Он пытался заработать штрафной, но в итоге все чисто. Ну и вот атака Локомотива. Мурила погнал вперед. Подача с левого фланга. Удар по воротам. И Федя Смолов выводит Локомотив вперед. Вот такой вот удивительный прогноз у нас сегодня. 27-я минута. И Локомотив выходит в лидеры. Первая контратака. Долго Локомотив сидел. Больше 25 минут на своей половине. А здесь подключился опорничек. Сделал подачу. И никто не встретил Смолова. 0-1. У нас 38-я минута. Локомотив потихоньку начинает выправлять положение с владением мечом. Они забили гол. И в принципе для них сейчас все складывается очень даже неплохо. Это уже хозяевам нужно придумывать, что же предпринять для взятия ворот. Но особо пока каких-то моментов мы не видим. В первом тайме нашего прогноза было всего лишь по одному моменту. Но если Гонсело Игуаин пробил рядом со штангой, Федя Смолов попал в створ ворот и смог вывести Лока вперед. Посмотрим, что придумает Ювентус. Им нужно отыгрываться. Ну а пока Локомотив идет вперед. Это Жао Марио на левом фланге. Будет ли подача? Есть прострельная передача. Еще один удар. Но здесь, честно, очень легко забирает мяч. И сильно выносит его вперед. Дальний удар Бернардески рядом со штангой. И снова Юви в атаке. Бернардески как же классно. Он здесь разобрался с защитой. Но вот дальше до партнеров передача не дошла. И пока что, ребята, на данную минуту нашего прогноза Локомотив по-прежнему лидирует 0-1. И хороший пас на Смолова. И Смолов попадает в штангу. Сейчас мог Лока выиграть еще крупнее. Ну а точнее повести в счете за 10 минут до конца. Но удача отвернулась. И Смолов поражает штангу. А, ребята, это даже был не Смолов. Смолов только вот сейчас забегал. И снова Локомотив в атаке. Здесь честный мяч забирает. И сейчас, я думаю, Ювентус пойдет в последний штурм. Быстро выбрасывают мяч на Алекса Сандро. Уже времени сидеть у своих ворот просто нет. Роналду. Играет в центр. Блесматью Ди. Дуглас Коста. Гонсало Игуаин. Удар по воротам. И здесь Гильермо спокойно забирает мяч. Две минуты добавил арбитр. Они уже практически истекли. Ну и, ребята, вот такой вот предматчевый прогноз. Неожиданная победа Локомотива 0-1. Посмотрим, как дела сложатся в жизни. Вы пишите свои прогнозы в комментариях. Поддерживайте видео лайком. Подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо за просмотр. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok